Здравствуйте, друзья! Сегодня наш семинар обращен к человеку, который только начинает свой творческий путь в живописи. И я попытаюсь на базе своего опыта, с высоты своего опыта, немножко рассказать, с какими проблемами и как лучше с проблемами человек может столкнуться, и как с этими проблемами разобраться в своем учебном процессе, как организовать этот учебный процесс. Леш, ты немножко подвинься, потому что я не вижу аудиторию. Многие из вас, кто только что задумал попробовать себя в живописи, конечно, сразу вспоминают о таких красках, как акварель, гуашь, листочек бумаги, картоночка может быть, студии рисования, конечно же, где по нашему представлению учат этим азам, и вот я пойду учиться этим азам. И когда мы приходим в эти студии рисования, мы действительно начинаем потреблять эти азы, но разница между нами и, скажем, детками, которые те же азы потребляют, очень большая. Во-первых, наше сознание настроено на то, чтобы цепко получить информацию, поскольку мы сами этого хотим, в отличие от деток, которых привели на это мероприятие, ну, на это поприще. А темп обучения такой, как у деток. А при этом у нас есть семейные какие-то обязанности, общественные и прочее, и вдруг оказывается, что всерьез приступить к делу удастся не скоро. И часто сталкиваешься с тем, что человек походил-походил в какую-нибудь студию, ну, а потом решил для себя, ну, вот я и попробовал. Можно и... Наверное, это не мое. То есть, как бы, это не мое. Хотя на самом деле, дар изображать, так же, как дар танцевать, петь, ну, двигаться, петь, в общем-то, 99% получают этот дар, кроме, ну, какой-то, каких-то вывихов, инвалидности или тугости сугубой. Или ярко выраженном, допустим, математическом уклоне, там, даре, когда человек, ну, просто не до этих ваших талантов. Поэтому я считаю, что, ну, и я вижу это, что все люди, ну, опять же, 99% совершенно приспособлены рисовать. И современная живопись дает возможность каждому человеку выбрать язык живописи, к которому он больше склонен и который ему по таланту. Потому что, кроме таланта изображать, что как бы рассматривается в первую очередь, есть вкус, который необходим для того, чтобы этот талант изображать приобрел звучание. Вкус у каждого из нас разный, и мы можем рассчитывать все на именно свою аудиторию. Найти сатаинников своему творчеству, своей жажде высказаться. И именно при этом найти себе подобных. То есть, фактически, мы можем посредством этого инструмента находить себе друзей и жить социально интересной жизнью. Ну, плюс эмоционально интересной, потому что столкновение с людьми, столкновение с фактом творчества, конечно, очень сильно насыщает жизнь. С людьми насыщает любовью, с творчеством насыщает одним из тех великих даров, которые имеет человек, будучи этим венцом природы. И вот мы в студиях часто сталкиваемся с как бы обыкновенным путем развития, вот тот педагог, который с нами работает, он-то начинал с пеленок. И у него все понятно, вот надо это сделать, это, это, и так последовательно, как он и делал. Как, в общем-то, общеобразовательная система и устроена. Но общеобразовательная система устроена таким образом, чтобы и медведя научить рисовать. но раз уж мы вдруг ни с того, ни с сего захотели рисовать, то на самом деле мы уже не медведи. И нам вот эта медвежья услуга не очень по плечу, то есть она ниже нашего плеча. Мы уже готовы, а нас в медвежьи обстоятельства. поэтому ну вот слава Богу в наше время снова появляются вот советская система, конечно, была совершенно в этом смысле монолитна, а в наше время появляются возможности быстрого преодоления и естественного преодоления вот этой дистанции между собой неопытным новичком и опытными художниками, которые являются как бы ну мерилом для нашего творчества. Для того, чтобы стать одним из них, мы либо должны пуститься в тот же путь, который когда-то прошли они, либо как-то обхитрить ситуацию. И вот как показала практика, обхитрить ситуацию очень легко. Есть мастер-классы, которые необычные тоже подачи делают, и вот вы мне сейчас рассказали об этом замечательном проекте, который дает людям маленькие листочечки и ставят очень простые задачи. Небочка, облачко, и человек же как же, я же никогда не рисовал. Ну, когда тебе уже совсем элементарное ставят перед тобой, да, вроде бы, закрасил, ну, получилось, облачко, показали, как, попробовал тоже, да, вроде бы, тоже получилось, травинку какую-то, былинку, и смотришь, и после, а мы же никогда не рисовали, то вот если нам, ну, хотелось музыкальным инструментом какую-то аналогию провести, ну, наверное, ну, если мы действительно никогда не делали, то нам страшно, у нас в руках горит этот предмет, который мы должны сейчас изображать, а когда мы сделали элементарные шаги, первые шаги, самые элементарные, так, оказывается, все доступно, это так же, как петь, мы же себе втихаря там поем песенки, ванных под душем там, и на кухнях и прочее, а люди пришли, мы замкнулись, а здесь мы как раз создаем эту песенку, пока людей нет, допустим, а выставляем ее уже как готовые песни, вот, чего может быть в музыкальном творчестве гораздо труднее сделать, то есть, в живописи, что не нарисовал, это твое самовыражение, и глубины сознания есть у каждого из нас, интуиция, есть у каждого из нас, вкус, у каждого свою меру, и разные вкусовые проявления, есть у каждого из нас, и вот все, что ты не сделал, это акт творчества, особенно, если ты, конечно, вложил в этот акт душу, и это уже предмет для, ну, нормальный предмет для того, чтобы его могли созерцать, а живопись, опять же, очень просто, не нравится, не смотри, то есть, если твоя песня может раздражать, то твоя живопись не имеет права раздражать, не нравится, не смотри, это очень простой, очень простой разговор, поэтому занятие живописью, ну, кроме как запах краски, или, может быть, занятый участок, квадратный метр территории в доме, ну, никак не смущает, не мучает твоих близких и домочадцев, то есть, это очень удобная форма творчества, с другой стороны, все другие формы творчества, ну, скажем, вязание, какое-то моделирование, раскрашивание, лепка, там, и прочее, это тоже, как бы, хорошее творчество, но насыщенность, насыщенность творчеством, там намного ниже, часто вязание, много механики, в росписях, допустим, каких-то дощечек, слишком много одинаковых движений, и в итоге получается, что мы рассчитывали на творчество, а получаем маловато его, мало отжимаем творчество из того процесса, которым занимаемся. В живописи можно отжать всю полноту, то есть, степень изысканности, сложности, задуманности картины может быть такой, что и зальешься весь, то есть, да, вот этим самовыражением. И, конечно, человек творчеством насыщается. Поэтому, опять же, вот возвращаясь к этим студиям, которые достаточно формально подходят к учебному процессу, и я видел очень много людей, которые заскучали, и только когда они попадают в студии уже как бы неформатные, вдруг оказывается, что ой, так оказывается все легко. опять же, как бы побывать это же кажется возможным. Поэтому, я призываю, организовывая учебный процесс, вас призываю, позаботиться о том, чтобы он мог выбрать школу, грубо говоря, выбрать учителя. Классическая формула образования, на самом деле, это не та, которую советская система разработала. классическая формула это ребенка, а иногда не вполне ребенка, а уже подростка, отдавали к художнику заниматься по хозяйству практически, в подмастерье, в смысле практически занятие хозяйством. И там урывками он он толок краски, он грунтовал холсты или еще что-то, и он урывками, наблюдая, как работает мастер, начинал уже впитывать это, а потом в перерывах своей хозяйственной деятельности пробовал сам писать, и, конечно, уже жажда роста была колоссальной, потому что либо веником, либо кистью. И, конечно, он быстро рос, потому что было желание. И все знание он получал прямо у холста. То есть мастер делал, и он это видел, и начинал понимать. Вот мы же часто приходим на уроки и видим только верхнюю часть айсберга, то есть как раз по-настоящему здорово. даже на моих уроках как правило пишут один сеанс, ну потому что чтобы понести домой готовую картину, и чтобы деньги, которые ты заплатил, конвертировались самым эффективным образом. И действительно современная живопись все это позволяет, можно писать очень легкие картины, и они звучат вполне, и дальше и не надо. Но иногда потом возникает и дальше, и это дальше уже могло бы подразумеваться еще и в первом сеансе, но мы туда еще не заходили. Очень мало людей заходит в эти вторые и третьи сеансы. Я бы, честно говоря, порекомендовал тем, кто бывает на моих уроках, и сейчас может быть слышит это, посещать и, вернее, ставить перед собой задачи двух-трех сеансового характера. делают двух-трех сеансовые портреты, в основном это, конечно, связано с портретом или с человеческой фигурой, действительно как бы застревают на несколько сеансов, но открывают для себя чудеса вот этих лессировок, о которых мы только что говорили и прочего-прочего. Поэтому, опять же, возвращаясь к идее организации учебного процесса, что выбор учителя очень важен. Он был важен вековые века какие-то и, конечно, важен и сегодня. Это как, помните, у Жванецкого. Вам только дай волю, и вы все пойдете лечиться хорошим врачам, а и у плохих кто-то должен лечиться. Я считаю, что, когда речь идет о живописи, можно обойтись и без плохих. Потому что, если не лечиться невозможно, а не учиться у плохих художников вполне возможно. Ничего не заставляет. Даже сам художник может быть хорошим. Он произнести ничего не может. Он показать ничего не может. То есть, он сам по себе может. у меня много друзей, видя успех моего предприятия, тоже захотели давать уроки. И многие стали пробовать. И не получается. То есть, люди уходят расстроенные, как-то вот перегружают их. я как-то даже одному говорю, слушай, приведи в мою мастерскую людей. Я буду там свое что-то писать тихонечко. Ну, типа, ты в мастерскую товарищ. Нет, я не включаю. Сейчас отвечу. Сейчас я подберегу и я затылу. Вот. Я буду тихонечко стоять там что-то писать, а хотя бы услышу, как ты что-то делаешь не так. И когда я увидел сколько красок он выдавил, он выдавил все, чем пользуется. Он выдавил краски для человека сложные, непонятные. Есть очень понятные краски, а есть непонятные. Вот неаполитанское желтое или, допустим, просто желтое. Это разные желтые. Или там голубая ФЦ и просто какой-то голубенький цвет, небесно-голубая. Это же очень разные, хотя и та, и другая голубая. Только одна уже разбеленная, а другая темная и еще только можно разбелить. Вот. И если выдавить на палитру, вот, посмотрите, здесь на палитре голубая ФЦ. То есть цвет, художники часто ее презирают, потому что она очень проста. Вот, она действительно очень проста, но в смесях с желтыми, с коричневыми получаются отличные оттенки зеленого. Вот, голубая ФЦ. А ультрамарин в смесях этих тухловат. И ты хочешь нарядной зелени, а нету. Вот. А благороднее ультрамарин. И вот ты выдавишь человеку ультрамарин, значит, уже как бы надо и зеленый какой-то нарядный выдавливать. А разумнее, чтобы сгармонизировать всю ситуацию на холсте цветовой, использовать как каркасный. Один каркасный цвет, голубой, один каркасный цвет, розовый, красный, один коричневый. Не разноцветицу оттенков устраивать, а именно выбрать какие-то каркасные цвета. И есть такое понятие, как скупая палитра. Это внешнее очень разумное понятие скупая палитра, когда из четырех пяти цветов ты имеешь всю гамму цветовых переживаний на холсте. То есть готовым зеленым вы не пользуетесь? Да. Есть вот такой симпатяга, называется бирюзовая. То есть она что-то среднее между зеленым и голубым. Ну без нее трудно обойтись. Вкуснятина. Но и то вначале мы работаем через синечки и только потом для того, чтобы какой-то нарядности придать каким-то кускам добавляем и бирюзовую. То есть вкусненькие цвета в конце как некая такая уже изюминка украшательства. А вся эта закваска картины конечно желательно в скупой палитре произвести. Мало скупая палитра очень понятно. Когда ты из картины в картину используешь именно этот голубой, именно эту желтую, именно эту коричневую, именно эту красную, да? Они становятся настолько предсказуемыми. То есть ты уже знаешь, как она себя поведет с коричневым эта краска. Как эта краска поведет в разбере с красным, с желтым. Ты уже ориентируешься. У тебя очень это как дважды два. Это как таблица умножения. Она очень быстро учится. Если у тебя на палитре будет 12 цветов каких-нибудь, то путаница первоначальная будет очень долгая. Хотя эти 12 цветов они они на самом деле может и не нужны. Потому что они повторяют эти главные цвета. Потому что главных цветов буквально три. Красный, желтый, синий. Белый это уже как такой вспомогательный. Вот и все. То есть три цвета и выучить взаимоотношения их очень легко. Опять же белый как вспомогательный, разбелый. Все это конечно как бы только дополняющие. А если выдавить эту всю палитру, а часто новичок идет и покупает самые красивые цвета, он прямо выбирает, я буду писать очень яркую красивую жиропись. Особенно женщины. И конечно они покупают краски очень похожие на их тени. С которыми просто невозможно работать. То есть как последний аргумент они в картине могут прозвучать чистенький цвет. Но начинать с этого бессмысленно, потому что у них нет элементарной темности. Мы не можем позволить ничего глубокого на холсте. Темности у них нет. Поэтому выбирая краски рекомендую выбирать агрессивные цвета, то есть активные в своей закваске. Не светленького характера, светленькая в данном случае желтая, конечно, она светловато. А именно темные, сочные. черный даже для профессионалов предмет раздора. Пользоваться черным или не пользоваться. То есть а уж куда новичку разобраться, пользоваться ему черными или нет. То есть вообще-то у новичка чаще всего черный превращает картину в такую стальную серятину, противность. черный может прозвучать как каркасный цвет, как цвет рисунка в картине. Он же существует, да? Нет, он-то существует, и его можно использовать, можно даже квадрат рисовать. Просто он может звучать вкусно, как каркасный цвет. Сейчас в современной живописи такого очень много, когда черный используется именно как каркас рисунка. Рисунок это линейные вещи, это темные пятна, вот прямо глухие темные пятна. Это откровенно темный или откровенно белый может выступить в картине как каркасный цвет. То есть на что все нанизано. То есть он не в полутонах, а он откровенен и каркасен. Тогда да, тогда и открытый белилов в картине возможно, если мы предугадываем, что каркасность прозвучит. Каркасность белого или черного. Но лучше с черным не связываться. Прекрасный черный получится из трех темных красок. Голубая, коричневая, розовая. Будет отличный черный. Но это будет сложный черный. Это будет красивый черный. Потом это попробуем. С ним у него будут прекрасные оттенки. У черного серые оттенки. И он полезет во всю картину. Он покрашен как цвет танка. Он сделает темных в каком-то случае и так поступить. так расположена душа. Но хороший черный добропорядочный черный получится из этих трех темных красок. И вариации между ними. черный Хотя есть отдельно черные, которые тоже имеют свои оттенки, а можно эти оттенки прекрасно добиться из этих трех красок. Я начал говорить о моем приятеле, который хотел бы закончить эту мысль. И когда я увидел, сколько красок он выдавил, когда он начал довольно сложную картину, которую я бы просто не взялся делать с новичком. Новичок имеет свои пределы, и каждый из вас должен понимать, что он может, выбор темы, очень важный момент. Ну вот Айбазовский был прекрасный маринист, вообще чудо какое-то, он изобрел такое потрясающее море. А в портрете смешон, у него есть несколько портретных работ, он просто смешон. Нелеп в портрете, как такой провинциальный, вообще сельский художничек, хотя это целое Айбазовский. Так он и не идет на эту амбразуру. Он, зная, что не будет ничего потрясающего, не идет в эту сторону. А уж тем более нам прилично брать для себя вещи удобные, и по мере взросления, как художника, может быть добирать еще более сложные, сложные, сложные вещи. Хотя для многих портрет оказывается легче, чем пейзаж. Особенно среди вас, новичков, от того, что вы хотите рисовать, это уже говорит о том, что у вас сознание сложное, богатое. И вам часто пейзажик скучноват, а портрет хочется портрета. Вот сложным людям обычно, богатым внутренней жизнью, часто хочется портрета. Потому что это же все-таки высшее, это самое интересное для человека, это человек, а не природа, на самом деле. Так этот приятель поставил еще и задачу сверхъестественную для новичка. И те технические приемы, он оказался не готов дать человеку технические приемы, с которыми справится новичок. Дело в том, что, кажется, живопись это кисть. Нужны кисти и краски. А я бы новичку вообще кисти бы не советовал. То есть, конечно, есть вещи, которые можно сделать только кистью. Но основная масса приемов, которые мы сейчас на уроках используем, на моих уроках, это мастихин, это тряпка, это палец. Простой человеческий палец. Вот скажем, что делает хорошего палец? Он не дает вырисовать. Так вот, если рисовать пальцем, точность рисунка будет смазана. Будет очень приблизительный рисунок. Скажем, если речь идет о портрете или о фигуре. Так, а нас это как раз устраивает. Мы точный рисунок дать не можем. А приблизительный у нас устраивает. И этот инструмент как раз это и делает, эту приблизительность. Мастихин. Его преимущество в том, что он рисует фактурой краски. Не вырисовыванием, а кляксой краски. Мы же не умеем рисовать. Поэтому нас клякс это устраивает. Очень устраивает. И что замечательно, в наше время как раз работаем мастихином и другими инструментами. Ну и тряпкой тоже, и пальцем. Они даже как-то предпочтительнее звучат. Ну потому что палец это не только вот этот пальчик. Это иногда и вся рука. И это жест на холсте. Можно зачерпнуть краску и сделать жест. И вот жест это тоже то, что нас сразу делает равными опытным мастерам. Потому что к жесту мы приспособлены. Мы не приспособлены точно рисовать. Но сделать эффектный поступок на холсте мы приспособлены. Обнаружить, что ага, и даже красиво получилось. Или нет, вот это не пойдет. Еще раз сделаю. Вот. На это мы способны. Я опять возвращаюсь к этому опыту моего приятеля. Он и задачу взял сверхъестественную. И взял, конечно, кисть. Его-то выдрессировали на кисть 12 лет. А для женщины, с которой он работал, кисть это странный предмет. И она просто ничего толкового не смогла сделать. Все, что она делала, не получалось. Задача была не по зубам. Красок было слишком много. Она растерялась во всем этом. Ушла несчастная. Ну, я потом ему проговорил те проблемы, с которыми он и столкнулся. Но я же так понимаю, что этого же пруд пруди. И, когда человек неопытный, как педагог художник, имея колоссальные богатства, вот здесь, в сознании, в своем руке, не может поделиться ими. Потому что либо не с того конца начинает, либо не с того. То есть в данном случае он слишком сложную задачу ей поставил. А в другом случае ставят слишком простые задачи. В студиях, куда вы приходите, чаще всего вам ставят нарисовать шар, цилиндр, драпировку. Это же прекрасно, да? Это же настоящий учебный процесс. Ты вот рисуешь этот куб и понимаешь, что вот он учебный процесс. Но это же сдохнуть можно от скуки взрослому человеку, рисовать куб и еще и столкнуться с тем, что он ровную линию не может провести. Конечно, не может. Чтобы эту ровную линию проводить, надо все-таки потренировать руку. А и не нужна эта ровная линия. Но только для куба нужен принцип решения и куба, и шара, и цилиндра, и драпировки, и подходы к цветам, и к букетам, и пейзажам. Ну, скажем, вот в пейзаже нужны проблемы куба? Нет. Практически нет. Ну, в редком случае, там, дом на переднем плане. А на дальнем плане, сказать, что это, ну, это тоже куб, конечно, но, в принципе, на дальнем плане это несколько мозаичных пятнышек. В приблизительной ровности. Но человек, ему поставили куб, он рисует, он видит, что он даже ровную линию не может провести. Он не видит в пространстве, и у него начинается паника. И они не приспособлены к этому. Потом тоже самое с цилиндром происходит, с драпировкой вообще полный, полный кошмар. А еще, скорее всего, это начинается с рисования карандашом. Ничем не плохо карандаш, но медлен, очень медлен. То, что делает карандаш часами, на холсте кисть, мастихин, тряпка делает вмиг. А человек сидит и три часа убеждается в том, что он, ну, и профан, и слабак, и, наверное, просто бесталантный человек. Хотя на самом деле талант изображать сейчас, талант изображать, меньше востребован, чем талант удивлять, чем проявление вкуса, чем проявление интуиции. И даже сейчас говорят, мы в нашей галерее продаем, вернее, выставляем только интуитивную живопись. Приходит профессионал с прекрасной академически взвешенной картиной в галерею, а им говорят, это не наш формат. Наш формат интуитивная живопись, то есть ваша живопись. А чтобы интуитивную живопись писать, вот этот пласт академический мешает. И у вас опять появляется преимущество перед профессионалами. У вас интуиция обнажена, а у них придавлена рамками технического опыта. Вот он так заточился рисовать кистью за эти 12 лет обучения. Ну, 12 лет я имею в виду художественная школа, училище и сильный какой-нибудь институт. Я не имею в виду институты периферийные какие-то там, где какое-то условное художественное образование. Я имею в виду классическую. Да, вот это мастерство, которое за 12 лет уселось в руке, оно его же и тормозит к эксперименту. В вашем случае, вы настолько открыты эксперименту, вам нужно проэкспериментировать, каким путем вы можете добиться быстрого результата. Ну, потому что у вас 12 лет, у вас на это нет. И даже если бы они, ну, если бы, допустим, условно, вы бы сели за эту длительную парту, вы должны тогда отложить все дела. И семью, и работу, и снабжение себя едой, и прочим-прочим. Поэтому у вас этого нет, и даже об этом не стоит даже посягать, на эту задачу. Но соревнования с коллегами по цеху будущими, оно будет происходить. Потому что вы принесете свои картины туда, 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 вам скажут, какая прелесть, скажут, да. А вам будет, как бы, и там обидели, и там обидели. Поэтому, чтобы нас не обижали уже, как художников, чтобы над нами умилительно не... Надо сделать какие-то решительные шаги. И, опять же, вот часто новичок пробует себя во всем. Он пробует себя в пейзажах, в натюрморте, в портрете, в фэнтези рисует. Тут же рисует... Ну, в общем, все-все-все-все-все-все-все. И так, и всякий бряк, потому что, кажется, художник должен иметь все. Опять же, если посмотреть внимательно на художников классических, на музейные... На представителей музея, вот мы столкнемся с тем, что, как правило, художник пишет одно и то же. Бесконечно пишет одно и то же. Я не призываю писать одно и то же. Просто художник, как правило, выбирает язык живописи и совершенствуется в этом языке. Выбирает тему, ну, как бы, послушную ему и развивается в этом направлении. И вы тоже должны найти послушную для вас тему, послушный для вас язык живописи и создать фундамент успеха. Кругозор в живописи – хорошее дело. Но вы его не так потихонечку будете приобретать. А изначально хорошо бы создать вот этот фундамент успеха. Что-то уметь так, чтобы все сказали, ой, опять хорошо. Какая прелесть. То есть, может быть, это морской пейзаж. Может быть, это цветы. Может быть, это а-ля импрессионизм с его мелким мазочком. Может быть, это портрет обнажённое. Или ещё. Выучить одну тему очень легко. Прямо выучить одну тему. Вот когда речь идёт, допустим, о портрете, новичок не знает, что знают некоторые художники, портретисты. У портретиста есть 2-3 штампа безупречных. Вот когда вы приходите в музей, вы же не видите освещенность головы. Вы смотрите вообще. Ой, надо же, какие глаза прозрачные. Вы на свет тень не смотрите даже. Вы смотрите на какие-то детали, которые много говорят об этом лице. А там же есть форма, есть свет тень, которые настолько продуманы. Их надо просто выучить. 2-3 ракурса. 2-3. Ну, фактически и 2-3 освещенности. 2-3 ракурса, внутри них 2-3 освещенности. Если вы это выучили, если вы можете эту освещенность по памяти нарисовать, а это несложно. Надо сначала несколько раз нарисовать её. Срисовать, да, грубо говоря, как говорят, срисовать. Делать копию. И когда она уже осела, может, у кого-то и после первого раза осела. Кому-то, может быть, несколько раз стоит. Одной тоже практически сделать. Один и тот же ракурс. Ну, вот Джоконда, да, никто же не скажет, что это ерунда какая-то. А у неё идеальная освещенность. Если вы выучите вот этот свет тень на лице Джоконды, просто выучите. Сделали раз, сделали два, повторили по памяти, запомнили. Вы эту освещенность будете эксплуатировать ещё 300 раз в своей жизни, если вы пошли как портретист. Её выучить надо. А похожесть. Разве освещенность и зелень? Ну, конечно. А на чём держится сходство? На теневых, которые каркас какой-то создают. Есть ещё и глаза, у которых тоже есть теневые. проблемы тени и света, проблемы шара там и прочее. То есть, есть вещи, о которых мы даже не догадываемся. Часто в наше время, если речь идёт о портрете, мы пишем с натуры. Вот как поставили, мы даже не освещали. Вот как свет нечаянно лёг, и мы рисуем. Да нельзя так рисовать. Вот как попал. Не осветив модель, не осветив эту голову правильно, не справишься. Не будет даже приблизительного сходства. Потому что этому сходству зацепиться будет не за что. Потому что нужно осветить так, чтобы сходство было. Я думаю, вы видели фотографии, где мы, ну, наши же фотографии, где мы иногда едва на себя похожи при каком-то странном освещении. Иногда красивее, иногда нет. Но, как бы, это же мог бы быть и Вася. А это я. В принципе, и Вася такой же. То есть, освещение очень много. Если речь, допустим, идёт о портрете, выучить несколько ракурсов. И я мог бы рассказать, каких. Ну, и некоторые художники, которые с портретом на «ты», тоже расскажут, какие именно. Другой, вот вы знаете, Саврасов. Ну, это же бесконечное. Болото, деревца, птички. Причём много. На всё небо. Ну, тоже же, вот как не надоело, да? Человек-профессор, академий, садик, птички, баловцы, деревцы. Ну, шире, конечно, Поленов, Серов, Репин, да? Но основная масса всё-таки узкий выбирают коридор. И вам имеет смысл выбрать то, что вам послушно будет в исполнении, чтобы сначала опереться на успех, а потом добирать, добирать. А может быть, стоит так поступать. Сначала сделать себе кругозор, сделать десяток, первый работ — десять. На такую тему, на такую, на такую. Вот десяток работ. Почувствовать, что мне ближе, что я лучше, что мне приятнее. А потом, в том, что приятнее, сделать этот десяток уже работ, которые будут в фундаментах. Ну, уже, наверное, даже не десяток, а тридцаток. То есть выставку сделать. Чтобы у тебя всегда была в выставках. Вот оно стоит. Продолжить что-то с выставки, дополнил. То есть тридцать работ, так сказать, гвардия должна быть, которая тебя представляет, как художник. Но, опять же, можно рисовать и дарить соседям, друзьям, родственникам. Тоже, честно говоря, не очень удачный ход. С тебя будут каждый раз ждать картину, каждый раз, на любой день рождения, картину, на любой новый год, картину. А картина, это очень дорого. И когда вы начнете творческий процесс, вы столкнетесь с тем, что картину подарить, это очень дорого. Это не пакетик за 50 долларов. Нет, дорого другое. Вложение, которое ты делаешь в картину. Родите нам на день рождения ребенка. Сейчас мы после перерывчика я покажу несколько вещей, которые, вот как в вашем случае, когда вы рисовали на маленьких листочках, и получалось. Получается. Мы сейчас попробуем то же самое делать прямо на холсте, прямо на большом холсте. Еще у некоторых есть предубеждение, что я начну с маленького. Я куплю себе маленький холстик, маленькую кисточку, и буду сейчас рисовать. Утопия полнейшая. Ну так, козябать, козябать, можно так, можно так. Если нет каких-то внятных целей, задач, ну можно так сидеть там, что-то. Если речь идет о живописи, ну с буквы Ж, не Ж, маленькая такая, то, конечно, надо брать большие холсты, на которых жест руки может высказаться. Потому что вы рисовывать вы не умеете. Миниатюра для опытных мастеров, а не для вас. для вас как раз вот эти пространства, где кисть руки способна сделать чудесный поступок, который часто не может сделать профессионал в силу того, что он заточен вырисовывать. Речь же идет о том, чтобы вы могли. Да, я буду стараться. Но как вам, как вы добились того, что вы профессионал, который пошел, я прочитала просто про вас ваши заслуги, и вот у вас вот эти жесты пошли. Я, когда делал эти все уроки, то есть для меня была задача, чтобы новичок, который только что с улицы пришел, справился, справился, чтобы у него получилось. Приходилось, я скажу, я еще 4 года назад мастихин в руках не держал. Я храм расписывал, там мастихин делать нечего. Вот, поэтому, когда понадобилось, чтоб новичок справился, понадобилось искать средства технические. И сейчас большой арсенал технических средств. Я вам скажу, что даже профессиональные художники смотрят эти видео. Слушай, классно ты это вот придумал, растирать мастихином. Растирочки эти. Они такие сейчас полюбленные, эти растирки. Я сейчас покажу. А они такие простые, они делают из того, что ты кинул на холст, живопись. Причем живопись такую брутальненькую, но при этом удобство в исполнении безупречное. Обобщение безупречное. Нам же важны обобщения. Мы же не умеем конкретизировать всерьез. А чтобы сделать обобщение, тоже же нужны инструменты. Мы же, рука так и тянется, прорисовать. А Рембрандтон завидовал. Он же так делал, из темноты свет. Как это делал? Из Рембрандта. Что, 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 что? Вот фон. Ну что, мы же не все будем подряд туда. У Рембрандта фон. Вот такой, и можно мастихином его достичь. Он, наверное, много сил потратил на это. Вообще, я недавно столкнулся с фразой Рафаэля, который высказался. Говорит, а кто-то его спросил там, ну чего пейзажи не пишете? Он говорит, ну не знаю, мне как-то скучно делать то, что можно сделать простой тряпкой. тряпкой. Рафаэль, можете себе представить, да? Сразу представляются какие-то кисти изысканные. Деликатнейшее письмо. Тряпкой. Неделями. Неделями, да. Мне скучновато делать то, что можно вот так вот просто взять, намокать тряпкой. Так что, может быть, втихаря они и мастихином пользовались вот в полную меру. Втихаря в том смысле, что не выпячивая мастихин. Вообще, в то время было очень важно сохранить секреты. Сейчас все секреты открываются, а тогда очень важно было, потому что, если ты научился как-то вкусно подавать, это не значит, что все вокруг художники должны это быстренько использовать. Это будет твой конек. Ну сейчас тоже это же сохранение. Если ты изобрел, что? Ну видите, в моем случае наоборот. Изобрел? Изобрел, подаю. Правильно. А почему мы такие художники, ну я может, ну я пишу, кого-нибудь заменим, как Шилов и Никасофрозов. Вот они хорошие рисовающие, а вот смотришь на их картины, и они не нравятся. Ну, на самом деле, во-первых, дело вкуса. Вам не нравится, другим нравится. Понятно, что есть люди поглубже. с Шиловым вообще он же практически пишет натюрморт из человека. То есть, он не любуется как бы внутренним миром, а наслаждается вырисовыванием внешнего. Это настолько нарочито, вот это вырисовывание внешнего, что, конечно, какое там внутреннее уже после этого. А с Никасофроном я бы не сказал, что прям уж так все просто. Просто мы от них ждем большего, они же такие известные, а нам ничего особенного. Но стиль у них есть свой или нет? стиль, который, скажем, у Шилова, ну, скажем, в наполеоновские времена так писали тысячи художников. Только это все в запасниках. А просто потому, что Шилов выпить... Ну, не хотел я бы, конечно, дать. А в Глазунов? Я считаю, что его живопись поэтична. Я считаю, что он русскому человеку дал пищу для разговора, для размышления над самим собой. Взяв иконографичный способ подачи, то есть грубоватый, грубоватый, но поэтичный. А вот эта картина там, например, Мистерии XX века? Или Вечная Россия? Да не будете? Да скорее проявление масштаба. И я вот в это влету, да? Да, есть. Типа, вы посмотрите на масштаб. Ну, опять же, вы же помните, какое количество людей ходило на его выставки? Да, потому что некуда было больше ходить. Вот! Поэтому какие претензии? Нет, подождите, можно. у нас приходить в подполье там на Мало-Грузинскую и там были вот такие жесты. Ну, я вам скажу так, что вот я согласен с Шиловым сразу. Тут, конечно, не очень согласен с Нифисовым Сафроновым. Мне кажется, что ну, конечно, ну, как бы говорят, ты не достоин своего успеха. ну, может быть так. Ну, с глазуного достану своего спеха. Вот. И сейчас я хочу показать несколько как бы приемов и ну, как такое некое вступление. Вот, опять же, как у вас на вашем этом практикуме, да, было, что вы на маленьких форматиках рисовали небочка, облачко. да, 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 да. вот на этих маленьких форматиках они говорят, вот любые краски берите, ставьте трехляпки. Вот на этих маленьких формат красные, зеленые, желтые, желтые, коричневые, ну и манья. А потом толстую кисточку берешь и вот так хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. И уже чем-то прекрасно, молодцы, отлично, отличный код. А потом единственная проблема, что это очень маленькое и кажется, что это не по-настоящему. Хотя это по-настоящему, только оно очень маленькое. Да, но с другой стороны люди после шести часов заметили шли с альбомчиком по 15-20 картинок. Идеальных просто шикарных. Если у тебя есть телефон, я даже с удовольствием запишу, может быть мы с вами какие-то параллельные будем. И там такая тренер на стыке живописи и психологии. Вытащить потом мне, да? Вот. А я хочу сейчас показать, ну я не знаю степень вашей подготовленности, но я хочу показать для человека, который вот так же как и ты пришла, и для тех, кто сейчас видит это в камеру, что вы можете, вернее, вот то, что вы ну никак не можете не мочь. и это будет живопись, это будет вполне убедительные вещи. И тут главный аргумент это техническая техническая вооруженность. Вот это вооружение я вам сейчас просто покажу. конечно же. Вообще сядьте где-нибудь здесь скомпонуйтесь. так. Значит, и ребенок может вот так, это понятно. Это разбавитель, чистый разбавитель. И ребенок может набрать то есть любой из вас вот эту нехитрую задачу может сделать. Набрать, вот как вы тогда набрали в этом случае разные цветики, но в данном случае мы более культурным путем пойдем. Мы сейчас предполагаем писать пейзаж. нам нужен что часто у новичка происходит? боится краски. Боится. Он не знает как толком закрасить холст. Да вот так смотрите. Влаги кинули. Влага это разбавитель. Обычный разбавитель. Ну Игорь, какой? На скипидаре же. На скипидаре на white спирите. Скипидаре и white спирите. Нет. И плюс салон. Нет. Вот без плюсов. Для первого сеанса лучше без плюсов. Это которые в художественном салоне продают? да. Ну вот один из них. Можно скипидар из хозяйственного магазина. из хозяйственного? Нет. Это из салона. Что в данном случае происходит? Когда мы пишем пейзаж, вообще вот так вот кинуть белило будет очень не грех. Просто потому что мир освещенный светом он светил, белез, разбелен. Поэтому вот так вот можно швырнуть белило и ты уже хочешь или не хочешь имеешь краску на холсте. Ты уже не можешь без краски работать сухонько и противненько. Ты уже все то есть сметанный сметанный мотив краски лежит на холсте. Уже ты должен вписывать все в живую краску. Ты себя уже к этому понудил. Дальше взяли на палитре допустим голубильцы. Простые человеческие голубильцы. Разбелили тоже и сюда нагоним. Это непопулярная синяя краска? Да, голубая нет, она популярная, она очень популярная. Просто благородней ультрамарин. Но опять же небо чаще просто голубое. Можно и ультрамарин и голубой. Будет более сложный. соответственно более интересный цвет. Причем многие смотрят Боба Роса и он большой кистью выкрашивает. Но мы знаем о небе. Когда посмотрим на небо объективно говорят небо непокрашиваемое. Небо мерцает. Мерцательное. Поэтому эффект этого мерцания у импрессионистов часто все в мелком мазочке ритмичном. Это очень прикольный ход. Это их замечательное изобретение все взбить мелким мазочком. то есть действительно вот это ряд сбитость мира появляется такой мерцательный характер. В данном случае у неба мерцательный характер мы пытаемся наладить. Причем небо дает рефлексы своей голубизной небо дает рефлексы всему. Все тени в солнечный день синие. Солнце сделало высветив какие-то куски оранжеватым разбелым высветило а тени остались синими. То есть рефлекс тень это солнечный день это рефлекс небо на на земле. То есть рефлекс голубого цвета. Поэтому вот этой голубизной можно все покрыть. то есть создать атмосферу в которую мы будем вгонять все остальное. То есть лейтмотив вот это. Лейтмотив тема картины то о чем вы говорили. Атмосферку создать. Вот в этой атмосфере у нас появится и деревья и то и все. Вы видите я достаточно похабненько сейчас это делаю. То есть просто набор краски осуществляем. нет по-малярски это воркар. А это айтворч. А это такое баловство. Вообще вот этот вальяжный тон в работе с холстом очень уместен и для новичка. Не надо его бояться. Тут бояться некого. Берем вот эту штуковинку называется мастихин и распределяем красочку немножко вот штриховательным образом. То есть плашмя лежит мастихин. Совершенно плашмя. И распределяет краску раздавливает укладывает туда в эти промежуточки между этими пупырышками. появляется вполне вполне разумное организованное пространство мерцательное и мозаичное. Я думаю вы согласитесь что очень много современной живописи мозаично состоящая часто из москов. В том числе импульсионизм это тоже феномен мозаики. мозаика будучи даже грубой смотрим туда вглубь веков когда это Айсофия и прочее и прочее да вот эти все гигантские мозаики очень грубые на степень выразительности колоссальная. Представим себе что нет этих квадратиков это уже совсем никуда не годится. Но с этими квадратиками с этим организацией пространства предметов из вот этой вот мелкой геометричной оно звучит звучит просто звучит поэтому все что напоминает идею мозаики можно смело реализовывать на холсте это будет звучать очень важный момент мозаика звучит и все что будет напоминать мозаику автоматически прозвучит это же уже намек на мозаику потому что то они так смотрели то они сяк то есть некий такой сотовый характер есть очень вкусно организовал причем если мы просто закрасим мы понимаем не то ну уж примитив а тут раз итог практически все пейзажи имеют даль взяли то же самое только темнее даль это то же самое только темнее это может быть небольшая бугристость такая равнинная правда может быть причем обратите внимание произвол произвол не то что я сознательно умное дело не делаю нет произвол движений создает эффект вот это гора куда-то пошла туда туда а это немножечко сюда и вот они друг другу ну понятно что какой-то симпатичный силуэт можно придать а можно белил положить будет снег на вершину горы правильно ну в данном случае поскольку не горы то и делать там нечего снегу а сейчас попробуем чуть повыше поднять и снег положить положить можно я это к чему вот вы вышли на природу и пишете с натуры или дома нашли какую-то красивую фотографию которую хотите перенести на холст на язык живописи и у вас там есть даль вы заложили холст уже понятно что с этим проблем не будет и вам нужно нарисовать где-то вот в этом пространстве вот в этом гору да какую-то ну или дальнюю местность так или какие-то горы да вам надо нарисовать совсем не обязательно сразу идти сюда 5 минут тренировочек вот в этом пространстве у вас тут краска есть то есть технологически безупречный ход вы здесь потренировались поискали поискали интересные подходы к этому делу к этим горам или к этой возвышенности какой-то пощупали ага вроде бы вроде бы да что-то что-то такое что-то такое нащупали 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 и пошли туда и поставили что вам здесь мешает это щупать и вклип и в кость ничего да то есть опять же бояться нечего страшен страх мешает серьезно сделать только оцепенелось какая может быть оцепенелось в этом пространстве никакой вытворяем все что хотим у нас на этом месте вообще трава то есть мы желтого добавили из голубого получился зеленый у нас здесь трава и все хорошо то есть мы игнорируем это совершенно нас это не пугает ничего да вот здесь поиграли 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 наконец вышли сюда и создали идею гор то есть что мы делаем мы как бы немножко заставляем краску придавливаем мастихин вы видите он прогнулся он гонит красочку вдоль вдоль вот этого то есть конечно немножко надо приспособить руку и когда она приспособилась уже действует уже действует можно и дальнюю какую-то там за передней кисть она сразу начинает что-то рисовать а этот устраивает произвол чего в природе гораздо больше чем чего-то внятного и так сказать прорисованного произвола в природе пруд пружин нет ну вот подразумеваем склон сюда да прямо вот подразумеваем склон сюда склон сюда где-то они здесь по какому-то зигзагу может быть спускаются а ведь это уже красиво вот если не пачкать здесь то вот это уже на что-то смахивает какое-нибудь облако тоже не должно пугать его можно например пальцем нагнать палец более будет точен и количество краски которое он понесет на холст будет более разумно вот и допустим прорвало облачко вот эту линейку уже какой-то композиционный закрутили а как правило в горах примерно так и происходит и на картинке у вас будет примерно это это могут быть еще пару облачков это могут быть облачка и сделанные вот этим инструментом то есть выражена верхняя часть облака то есть более внятно верхняя часть и более раздавлено растерто нижняя главное отучить себя когда рисуем облака например от кругляшков чтобы это были не ватные кусочки а это была какая-то зигзагообразная форма тогда это будет что-то и от однообразного ритма ну скажем чтобы облака не были на одном расстоянии и одного размера пусть они скачут одно чуть покрупнее другое чуть помельче третье средненькое одно чуть ближе и поэтому более выражено выражено другое чуть подальше и тает в пространстве где-то там ну такого рода то есть Игорь а вы говорили чтобы сбежать вот этой симметрии такое нужно нарисовать зигзагообразную линию ну зигзаг ну вот зигзаг нарисовать и не везде распределять ну вообще когда мы произвол творим тогда оно само отчасти происходит то есть можно смотри вот я сначала кинул несколько каких-то пятнышечек а теперь глядя уже на них смотрю может быть этот у меня это облако упрется в потолок где-то здесь оно на переднем плане эти чтобы не были на одном расстоянии я может быть сюда еще подложу облачко сюда чуть крупнее то есть сделаю из них кучку появятся такие цифровые вещи как 3 1 или 3 2 1 разные цифры да что тоже будет выгодно опять же произвол ну иногда смотришь у ренуара он такой кухенько он часто делает одинаковые облачка кругленькие как ватка иногда такой есть ренуар мастер а есть ренуар глубочник такой ну неженько поэтому часто женщины делают такие облака и ты понимаешь что ренуар же дел можно же все таки можно иногда допустим у нас эти горы перекрыты передними вот допустим некая гора допустим у нас источник света отсюда заходит то есть у нас есть киневые а он обычно да он обычно есть и на картинке и в природе очень конечно хорошо бы помнить о том что есть свет и что есть определенная освещенность которая и задает разную тональность всему и вот допустим источник света отсюда то есть конечно прежде чем на пример выходить лучше какую-то несколько работ все-таки дома сделать с фотоматериала может быть копии каких-то мастеров чтобы все-таки прочесть те задачи которые выполняются в картине обычно потому что так мы не знаем а что нам читать когда мы копируем мастеров мы невольно начинаем прочитывать те задачи которые он решал которые мы может быть даже и не предвидели когда посмотрели только на его картину а когда начали копировать ага ух ты здесь он о здесь он из-под теневой выхватил свет и это красиво это дало пространство то есть такие вещи мы вдруг начинаем замечать копируя опять же о них можно сказать да написать книги написать но пока это на практике не произошло как-то вот оно не работает а на практике произошло получается по принципу лучше один раз увидеть чем сто раз услышать и вот допустим у нас здесь теневая вот этой этого склона туда же склона туда допустим обратите внимание новый цвет еще в картине вообще не появлялся то есть любая ошибка в рисунке в интересных силуэтах да любая ошибка вот нет вернее если у нас какая-то ошибочка может произойти все поправимо потому что стоит подсунуть белило и все сразу вернулось мы вообще можем все это опять вернуть в небо вообще по-моему хотели рисовать пейзаж зелененький по-моему смотри природу какую-то мы сейчас не берем пока новых красок но мы уже начинаем иметь рисунок нет но мы уже начинаем иметь рисунок то есть мы не можем испортить картину до сих пор мы уже пишем передний план а картину испортить не можем потому что стоит нам вложить белило снова растереть у нас опять та же первая атмосфера мы не вложили еще никаких других цветов особенно это актуально когда речь идет о пейзаже где голубой властвует царствует ну понятно что не в таком когда он нарочито красноту навязывает да вот как вы видите в данном случае такой естественный ну там просто вечер то есть тоже до набрали до набрали до набрали здесь у нас допустим еще какой-то бугорочечек то есть опять же мы еще ничего до набрали никакую другую красочку не вкладывали и соответственно не можем ошибиться мы понимаем что слишком рябо вот здесь для дальнего плана то есть скорее ряд всякая ряд будет здесь на переднем плане а там все будет более раздавлено тихо то есть мы уже начинаем мочи дать рисунок но при этом никакого лишнего цвета мало того мы знаем что в долинах часто оседает влага клубится это влага и мы эту влагу тоже можем деликатненько поподсунуть опять же еще ничего не может быть испортим только когда мы уже кинем цвет тогда уже начнутся проблемы потому что просто легко вернуть первоначальное положение будет уже проблем а пока нет посторонних цветов все можно поправить все можно изменить то есть как бы можно взять карандаш и сначала все это нарисовать карандаш правда академическая формула это взять карандаш набрать карандаш и комсю что толпу что новичок будет карандашом отмечать себе горы можете себе представить горы сделанные новичком карандашом это вот так вот такие будут горы как правило все знают что горы это вот с детства ну толку что он нарисует их карандашом когда есть пятно пятно ориентиры появились новичок не видит не видит от рисунка от линейного рисунка новичок гораздо лучше видит пятно по пятнам и сразу как-то наглядно правда поэтому не рекомендую вообще пользоваться карандашом для нарисования будущих силуэтов или даже портрета мы потом еще с портретом немножко пообщаемся да еще не зря пришли то есть сейчас у тебя все наглядно тебе никакая линия не мешала сделать это единым ты не не вынужден был обкрашивать ту линию которую неудачно нарисовал у тебя все наглядно все разумно у тебя была возможность была возможность тренироваться то есть до какого этапа мы дошли мы не могли еще ничего испортить а у нас уже что-то есть что-то есть возможно возможно и дальше мы пойдем еще некоторое время мы видим что там некоторые деревца достаточно активны активны какие-то такие мощные активные темности и их пока еще можем положить теми же синьками возможно здесь на переднем плане еще что-то уже более прочитываемое все конечно же движется по склону то есть вот он черно-белый рисунок да только у нас краска здесь мы уже руку растренировали мы уже даже ощупали рисунок фактурой правда уже даже где-то ощупали рисунок фактуры и никакого страха потому что все тут же можно вернуть первобытное состояние здесь допустим у нас на переднем плане высокая трава и прежде чем допустим положить эти травки тоже можно взять и потренироваться сначала саму укладку осуществлять прежде чем мы уже положим цвет ощупать чтобы и здесь тоже страха не было мы уже видели этот прием допустим у кого-то по видео уроку вышли на природу а там похоже ну травашина вечно похоже взяли понашвыряли этой травы тоже потренировались иду извините пожалуйста а можно шлепнуть два раза конечно давай такой удар плашмян и немножко с рикошетом чтобы он да 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 причем причем желательно смотри не заштыривать руку не заштыривать сохранять вот это стать удобно к холсту обязательно удобно не как-то ну смотри ну смотри лично мне удобнее чтобы рука отсюда заходила не делай это я чтобы показать камеру делаю а ты прямо встань так чтобы удобно было и бомби то есть наклон не важен что ли твой подход к холсту важен чтобы тебе было очень удобно травочка то в одну сторону наклонена то в другую нормально нормально единственное что смотри я делаю чуть-чуть нахами у меня даже сидеть по холсту идет ну бей то есть ты должна сейчас ощупать а можно перебить то есть бьешь бьешь а потом начинается уже да будет слишком однородная каша будет неинтересно да конечно какую-то меру надо остановить потом если разными цветами ты взбиваешь потом в какой-то момент получается да слишком однородно да а вот я извиняюсь это просто пережитки советской школы художественной а вот там говорили грязь будет мы акварели писали там действительно до грязи в акварели проблема грязи актуальна в масле очень трудно а потому что там взял и опять очень трудно довести всерьез до грязи но именно в акварели да более актуально есть в масле понятие грязца это сложный цвет на котором чистый цвет звучит особенно хорошо грязь грязца художники даже шутят часто чем больше грязи тем больше связи ну то есть с гармонизированности так смотришь и кажется совсем не страшно рисовать а так все кажется просто и легко то есть это мы вышли на пленэр да это мы только пока еще тренировались теперь нам все это предстоит наполнить еще в том числе и цвета то есть я на чем хочу сейчас еще раз обострить внимание что дойдя аж до такого состояния прописанности мы с одной стороны вообще не нуждались в карандаше первоначальном и мы не сделали ничего что могло бы испортить картину что давало нам возможность разыграться разгуляться на колсте и даже наши знакомые подошли пока они там делают шашлыки нам мы тут стоим рисуем особенно это красиво когда девушка стоит и рисует женщину пока там люди не знают чем заняться мальцы шашлыки готовят у нас уже картины человек подошел это голубой но но при этом но уже красиво и а ты тебе не стыдно не подходи пока не подходи у тебя же все в порядке у тебя никаких проблем нахолсток а допустим нам потом захотелось или там было допустим да розовинка в небе у нас же там красочка посмотрите как она будет легко умненько вписываться штриховываться уже с растяжкой штриховывается растяжка от одного цвета в другом правда то есть если нам надо подразумевать пожалуйста очень очень легко поскольку слой краски лежит в него очень легко вгонять если нам надо это если нам нужно было бы чтобы угор был какой-то это я не взял это я не желтый взял нет это я коричневый взял посмотрите какой цвет зеленый просто коричневый я даже синего подмешал вот вы видите что это зеленый значит зеленый это не только голубой желтый это еще и коричневизна да здравствуйте давайте давайте на первых страницах гурнала обоим не только все здесь то есть допустим вот это вот какое-то содержание цветовое содержание уже горал и опять же произвол мастихина ну трудно что-то испортить когда у тебя рамки определены и ты в этих рамочках устраиваешь какие-то выпуклости в пуклости нечаянные нечаянности совершенно нечаянности что-то там упадет ну вот тот пресловутый снег конечно он уже требует некоторой квалификации чтобы положить этот снег вкусненько ну опять же здесь потренировались положили мастихин вот знаете я слежу за вами и у вас каждую минуту получается как бы ну готовая картина в принципе вот так оставите прекрасная картина кстати хороший момент картина и должна быть такой чтобы ее в какой момент не забери у художника а она уже хорошая нельзя застревать на каких-то отдельных кусках вот я сейчас здесь выпишу потом остальное то есть хорошо это хороший тон в живописи когда мы пишем все одновременно то есть когда все куски равномерно не дописаны вот эти это тот самый то самое сравнение когда можно сказать рождается картина ну да вот она снег теневой части обратите внимание я его не взял откровенно белым то есть я чуть-чуть его подсинил естественно потому что небо на нем оставляет свои рефлексы может быть на том пике тоже кусочечки снега остались вот это настроение мы имеем перед собой какую-то картинку либо это природа либо это фотография либо это пленэр либо на фотографии возможно там синячки возможно там зелениночки и вот мы чуть-чуть 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 это все выгоняем картина начинает приобретать цвет то есть по форме этого склона на котором все это происходит вы видите в данном случае даже даже и не нужен не нужна картинка чтобы то есть можно даже такой произвол творить просто ощупывая я рекомендую прямо постоять сначала пообщаться с краской несколько освещена допустим несколько освещена вот эта часть поскольку источник света оттуда она освещена и вот этот солнечный светечек желтоватый вот он здесь это заслоняет его то есть одна гора уходит туда а то уходит туда как сделать по вещи вот эту гору которая средняя вот здесь нет средняя гора вот эту нет вот тут вот хочется или тут свет опустить или за не темным чтобы разница я такое что скорее бы вот сюда бы подсунул бы вот этого освещенного туманного туманную влагу она же тоже освещена я бы вот туда вот эту дымочку поподсунул которая там зависла красиво освещённый вот ясно что солнце там вот этот освещенный снег вот там эти клубятся дымы облачётичков причем знаете как они часто даже стелятся вот уж прямо трогать не надо так красиво а я смотрите я ее постоянно раздавливаю раздавливаю да и лишнее чуть что вот даже эти вот наклёстые краски можно убрать а можно оставлять ну что тоже прикольно да вот ничего как бы лишнего таких вот толстых вот скажем домик ну например никогда не рисуйте домики вблизи ну до поры пока не научитесь толком рисовать домики же могут быть и такие вдалеке вот просто вот такие квад убить я слишком быстро на набрал еще краска не успела немножко стать вязкой поэтому приходится преодолевать скользкость на холсте и допустим те же крыши крыши нет 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 она в первом связи и так вот выпаривается разбавитель впитывается выпаривается ну выдыхается и она становится вязкой она влипает в холст и становится вязкой пругой и можно через час уже класть мазочки как будто по сухому хотя на сухим не будет а если рисовать картину два-три сеансы то это надо как-то как-то вот дополнительно что-то чтобы она не высыхала или нет в течение дня в течение дня если вам нужно писать картину она и так не высохнет в жаркую погоду через несколько часов может начать подсыхать некоторые цвета особенно связанные с коричневым с охраной и с коричневым могут зимой как правило влажно поэтому сохнет не сохнет целые сутки вообще не сохнет как положил 24 часа назад так и лежу сухую такую солнечную погоду как сейчас сохнет можно в процессе работы вот когда мы работаем над небом ни к чему и тогда когда мы на дальников а здесь можно уже испуг долить в разбавитель масло чтобы масло не давало стать краски вот прямо суховатой стать продолжала вот это вот вязкость ее специально опять-таки которое масло надо купить леное масло которое продается в магазинах для художников просто подвели масло ну скажем одну часть масла две части разбавителя и уже работаете на этом масло попадают начинает воздействовать можно немножко масло капнуть чуть-чуть сделать замес если ты хочешь чтобы вот здесь у тебя было мокренько долго целые сутки ты не уверен что ты с этим местом легко расправишься ты сознательно туда вогнала в краску масло чтобы она эту вязкость сохранила долгое время но скользкость но это скользкость другой стороны несколько мешает укладки поэтому и так и так вот мы допустим у нас ну вот что-то там что-то там то есть сказать что это такая геометрия которую трудно сделать ну нельзя можно вот так царапочку такую сделать и будет дверка там где-то облокотились сделали окошечко еще одно прямо царапками такими то есть у вас домик если бы стоял бы здесь домик нас он не интересует а потом царапки не заполняется? ну это же просто царапочкой и то красивенькой да чем больше технических причуд мы используем тем на самом деле интереснее если мы одной царапкой достигли что окно звучит так мы же молодцы и вот допустим эту травочку тут уже мы берем желтый голубой да вот она начинает зеленить наша трава причем то что там голубой остался остается это только хорошо потому что тень то у нас голубит мы поставили на ребро чтобы не мешало не притыкало да и забиваем а зеленой краски не было только коричневый и желтый и синий да сейчас синий с желтой дает синий с желтой дает зеленый плюс коричневый появляется более такой теплый цвет мы наполняем этой травой возможно мы хотим еще показать что свет лег и на вот этом свет туда упал вот туда и вот сюда здесь у нас чуть-чуть сохраняется теневая а здесь мы насаждаем освещенные и в итоге у нас загорится яркостью солнца передник и он станет вкусненький и даже на вид подробненький хотя вы видите о подробностях смешно говорить траву мы укладывали так а цветоники допустим какие-нибудь блюдечками какими-нибудь вот такими там ромашечки стайками видите раздаю зигзагиком стайка это когда они как будто друг на друга наваливаются посмотрите вот так цветы растут в рассыпную если мы на них смотрим сверху в рассыпную видите выстроились зигзаг они же они же значит я вам оставлю сейчас это на рассмотрение на расщупывание вот сам покурил а потом еще немножко расскажу о возможностях пальца и треб хорошо мне кажется что вот это гора привыкнуть надо к тому что это рабочая поверхность что с ней нужно где-то церемониться но если у нас изменился резко план можно и так ну скажем ну вот начал начал и пописал пописал а душа не лежит ну взял стер и тут же на этом месте сделал сделал то к чему все таки лежит душа в данном случае у нас задача поэтому лежит не лежит мы просто меняем меняем направление так даже эта поверхность она же тоже готова для того чтоб работать ну не понравилось тебе вообще передумал ну не хватит тебе пороха дописать и не хочешь стер красочку лишнюю да и на этом писать можно когда высохнет это будет уже имприматура мало того имприматуру можно еще и усилить растирание тогда она вся будет а допустим много цвета попало то есть мы сначала сбрели красочку потом создали вот эту углу на которой тоже можно рисовать допустим уже что-то другое и сюда можно снова положить голубой было да и снова его и все будет так же как на белом холсте поэтому поверхность рабочая стесняться и церемониться с ней не стоит и если не хватило пороху или ну или даже вот ну не не получилось то что хотел затёр в следующий раз получится но проблемы нет я испортила холст да да ничего не испортила подготовила к следующему следующему импульсу даже давно даже давно даже давно когда там фактура может быть даже не очень вкусно даже это прекрасно становится подкладкой для следующей картины вот эти нагромождения фактуры которые может быть может быть они нам как раз бы пригодились допустим они в этом месте для того чтобы здесь была сели и она аж своей фактурой выделялась ну вот допустим мы задумали портрет писать вместо пейзажа вот как раз на днях в ютубе задали вопрос такой вот что мне делать чтобы я вот боюсь мастихи написать прямо боюсь 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 а я так смотрю что ты сковываешь а дышка началась сейчас ведет давай а нам ваня сейчас сбежать просто лето сигареты никуда вставить портрет а вопрос задали что мне делать чтобы начать мастихином потому что я его боюсь нормальный вопрос отвечаю значит вот перед нами холст белый он или не белый а это вот разбавитель разбавитель с маслом нет чистый разбавитель ну ничего вы согласны что это прикольно да хорошо сейчас с этими побегами модно это мы готовим ситуацию для того чтобы поработать мастихином конечно я сейчас перемалываю перемалываю голубой ну а вот я бы вот если такое сделала я бы подумала ну вот грязь получилась не грязь а уже на стенку можно правда? а это как раз сложный цвет вообще грязью не пахнет да хорошо вышло правда и даже можно где-то оставить вот такое вообще можно даже где-то оставить а вот это что это трещинка? нет это краска? все правильно ну можно посидеть пофантазировать сейчас у нас немножко другая задача ну действительно посидеть вот вот нечаянно легла краска вот это вот нечаянности в живописи очень много кажется что у всего есть четкая формула очень много произвола вот типичный пример произвола да который вот как ни странно вот произвол возбуждает прямо запомните что человек возбуждается от густой краски от краски положенной каким-то вот жестом каким-то взволнованным взволнованной рукой эмоция да ну это как вариант потеков очень модных сейчас вы часто встречаете их в живописи а вот вариант укладки мастихиновой посмотрите как она как мастихин интересно разбивает краску укладывает ее это же настоящий глубокое глубокое красивое фановое пятно просто плашмя мастихина плашмя где-то перемолоть немножко причем смотреть по обстоятельствам смотришь ой красиво не буду туда идти не буду там молоть мастихин вот этой своей вот укладочкой штриховательной посмотрите какую организованность дает пространству то есть он все решил легким движением не пришлось прямо вот как бы сделать чтобы фон был никакой и в то же время не противный вот своей выкрашенности вот вот способ может быть вот эту вот оставим а здесь у нас все равно голова будет поэтому разобьем а там над головой такой маленький венчик вот оно организованное вот оно общение мастихином с холстом начните с этого начните с этого с того что просто погуляйте утром вместо физзарядки взяли холст метнули краски утром миткого кофе энергия пошла это что только не тупая а такая красиво можно еще пританцовывать у меня есть знакомая девушка которая когда готовит еду включает громко музыку и все что она готовит она пританцовывает можно пританцовывать под громкую музыку тогда тем более будет вкусно тем более когда ты не собираешь мысль вот в эти вот морщины так это мы с вами сделали некую фоновую затею а теперь мы планируем сюда вписать головочку допустим опять же ну вот нормальный ход мысли подсказывает надо было нарисовать карандашом все вот ну вы узнали уже о себе нечто я вам об этом сообщил конечно что рисунка от линейного рисунка вы не видите ситуацию то есть линейный рисунок не дает вам представления о предмете в такую меру как дает представление тональный рисунок и вот мы в это пространство вгоняем облако будущей головы белый красный ну понятно что розовость желтость беленькость это как бы ну как бы и так понятно какого цвета должно быть подмешивается фоновая краска да подмешивается но тем что она подмешивается она дает единство всему правда то есть нельзя сказать что это не в среде этого а потому что те же самые краски да с одной стороны а с другой стороны подмешиваются вот эти темнотики и вот мы немножко навязываем мы немножко просто навязываем цвет лица цвет шеечки некоторые кругловатые яйцевидные да подбородочек подбородочек я чуть-чуть приобрал красочку которая уже немножко мешает линии причем обратите внимание правда закругляется а был бы здесь вырезанный кусок а что бывает когда мы нарисуем карандашом мы закрашиваем по линию закрашиваем по линию уже вот это вот в таком почти невозможно получается как вырезанное из бумажки лицо положенное на кол чего конечно же быть не должно а должно быть мягкое кругло уходик мы знаем что подбородочек торчит торчит над шеей в данном случае это будет три четверти то есть голова будет смотреть вот так у нас понятно что перед нами есть материн либо это голова натуры либо это фотографии того же той же натуры ну допустим взяли коричневый красный когда речь идет о темных волосах лучше брать не просто коричневый а коричневый красный и в этих волосах есть какое-то очертание и эти волосы дают какое-то очертание с собой голове вы видите темность появляется постепенно так же как постепенно появлялась светлость и мы очень хорошо видим ситуацию нам трудно сделать чудовищную ошибку потому что мы идем очень постепенно мы навязываем потихонечку другой цвет допустим волосики висят и с этой стороны и из под подбородочкой висят то есть с той стороны головы да спокойненько навязываем навязываем конечно можно кисточкой это все сделать можно и нормальные люди так и делают но мы же художники мы ненормальные дело в том что кистью мы обязательно положим лишнюю краску которая будет мешать нам укладывать дальше сейчас вот это растирание не дает возможности положить лишнюю краску вся ситуация под контролем фантастический фон получился да вот от такого что ой я испортила даже вот это может в конце и остаться и пусть там волосы вот так стекут и здесь заставим их течь можем опять кинуть жидкости заставить этот течь впускануть значит вы видите краски лишней нет она раздавлена расштрихована сброшена на периферию выдавлена на периферию другой вариант набора краски для лица мог бы выглядеть так сначала мы в этом фоновом бедне в том вытерли облако будущего лица покажу вытерли облако будущего лица немножко почти до сухого состояния то есть темность все равно осталось но некоторое облако более светлое сформировалось вытерли а это другой вариант это не продолжение первого действия это другой вариант вытерли берем тоже тряпочку делаем из нее некую фирушку вот такую берем цвет раздавили на палитре создали создали этот цвет это не клок краски не ком краски это вот некая натертость краски на тряпку и эту краску сдали сюда тоже вы видите облачный эффект укладки облако видно при этом краски немного на толсте мышь сначала вытерли немножко появилась вот так красочка которую мы кладем как тональную основу на лицо да ее немного она не не елозит не скользит как скользила бы здесь под пальцем там хорошо вязко удобно можете подойти ощупить мера краски мера краски мера сухости краски очень удобно теперь теперь вы видели в учебном рисовании в альбомах учебного рисования вот такие противные штуки построения лица на 4 части на сколько помните да вот ну действительно когда речь идет о медведе нужно медведя смирить до этого если вы реально посягаете на портрет вы чувствуете что в портрете для вас что-то есть то вот эти вот недвижьи услуги может быть необязательны овал лица ну трудно не создать овал лица да ну это уже ну некий такой универсальный овал лица трудно не создать если даже на этапе создания благозвучного овала лица не удается получается получается квадрат или круг только не овал лица ну может действительно портрет это не ваш ну или до поры не ваш ну если вот такие вот элементарные вещи получаются то дальше к ним пристраиваем остальные понятно что можно все расчертить и мысленно мы чертеж удерживаем носик у нас смотрит вот туда вот эта линия можно чуть-чуть себе поставить ну чтобы как-то ориентировать ее не видно но она есть чуть-чуть чуть-чуть относительно подбородка мы все видели где находится каждое утро мы смотрим чистим дубы смотрим вот где-то здесь правда ну вот в этом овале где-то вот здесь относительно подбородка находится пятно губ сейчас появился вы видите новый инструмент вот этот палец не вот этот вот этот вот очень важно большая этот указыватель указыватель а этот моделировательное свойство имеет ему иногда помогают все трое вот этот тоже любитель подковырять но вот этот палец рабочий мужской палец и не торчачий а лежачий так так как мы сделали облако головы так мы сейчас кладем облако губ нос выдается от лица и нос славен не вот этой вертикальной линии а вот этой теневой поднос поскольку свет обычно падает сверху то особенно звучно вот эта теневая опять же смотрим джаконду там это очень наглядно вот это и не только у джаконды характер освещенности джаконды растиражирован в каждом можно сказать четвертом портрете мировой живописи глазные впадины тоже загляните в джаконде в ее впадины это очечки очечки глазные впади вот два таких облака можно сейчас что-либо совершить преступное по отношению к портрету ничего облако облако и гоняем это облако если нам нужно чтобы облака подвинулась туда взяли цвет тельца который у нас где-то здесь уже был взяли этот цвет тельца и подвинули навязали другой причем немного краски взяли а практически то же самое мало того красочку можно еще и промокать лишнее буквально присобрать присобрать промокнуть подвинуть если нам надо было подвинуть не надо не бегать по идее все нормальные люди когда рисуют глаз рисуют сначала рюк пробуйте а потом уже вот это я не буду уже про все конструкции портретные в данном случае задача не показать портрет а задача показать подходы и появился новый инструмент он же прекрасно делает цветы прекрасно пишет цветы вот этот инструмент на туру писали то руки обнаженочку пальцем пальцем рисовать пальцы лучше всего удобнее всего он у него буквально сразу дорожка создал дорожку палец надо сделать еще и с фалангами он еще и с фалангами ее делает это палец раз два три прекрасно палец ну мы хотим же грубого цвета понятно то есть мы берем более светлый и делаем более светлый навязываем более светлый вот вот раз и нет никаких пальцев когда речь идет о глазках амбразурку глазок амбразурку некую тенистость глазок ресницы создали теневую так же как нос создал тенистость уже мы видим сидит у нас все это на холсте или нет сидит это на вот этой части или нет уже все наглядно если мы видим нос короткий подвинули глазики здесь убрали красочку просто убрали наверх подняли убрали наверх подняли можно совершить ошибку так же как в первом случае когда мы писали пейзаж невозможно еще совершить ошибку но уже там кто-то есть может быть маленький такой намечечек на бровочку по идее бровочка тоненькая да будет она у нас еще тоненькая вот пусть она пока просто обозначится зрачоник мы хотим чтобы он смотрел на нас на зрителя нашли место зрачка то есть еще никаких нет линий а глазки уже смотрят а будут ли нет нет это уже задача портретная она в другом при других обстоятельствах просто я хочу показать инструменты для новичка которые решают вопросы безупречно конечно опытный художник может густой краской замазать все это и будет звучать все будет на местах у него уже глаз наметан но у вас то не наметан и вам нужны технологии чтобы все работало так мягенько подсунули еще тем минуточку смотрим да смотрим смотрим тоже ну это уже как бы дальше того что я хотел сказать в связи с этим но допустим речь идет о портрете действительно некорректно по отношению к девушке оставите совсем без лица ноздричка живет в тени не под самый свет подошла а вот здесь тени потому что площадка носа вот такая вот такая в профиль не вот такая а с этим срубом этот сруб дал полутон теневую часть вот там уже светло а здесь полутени в рамках этой полутени живет ноздря очень многие совершают ошибку не замечая вот эту площадку ноздричка живет здесь немножко живет начаток крылышко вот здесь теневая обычно это при условии что освещение оттуда классическое освещение старайтесь освещать модель или фотографии которые работали чтобы не было классическое освещение здесь носик крепится и тоже немножечко тенистое место губочки это два червячка разделенных между собой щелью щелью и теневая еще живет под нижней губкой и вы видите я продолжаю мягко работать по идее надо было взять очень тонкую кисть да так поступил бы каждый тонкую кисть и жестко бы провел нам же жесткость не по плечу да и посмотрите как мило пока нет жесткость тоже по идее взять тонкую кисточку и сделать жесткий рисунок нет глядя на портреты классические вы заметите что вся вот эта площадка достаточно темна и широка за счет вот этой складки бровочка обычно чуть темнее здесь и мягче туда и женщины красят нижнее веко но самое главное в глазу в работе с глазом это теневая нижнего века не ресницы а теневая нижнего века которая в профиль выглядит так лоб щека лоб щека глаз верхняя века нижняя нижняя века источник света оттуда и соответственно основные световые то есть когда мы это для себя мысленно имеем становится понятно где что и как это должно быть освещено чуть темнее чуть допустим чуть темнее зрача чуть-чуть и самые ледяные реснички здесь вот здесь в центре чуть-чуть стало появляться содержание появляться содержание еще очень важный момент в этих вопросах это неделание белка белый белок белый цвет но вот это будет светлее вот это будет светлее а этот будет потише ресницы его оттеняет глазная впадина его оттеняет поэтому белость тихо что бежит грестца белая грестца а вот плечок может быть и звонок может чуть-чуть вот здесь у этой площадочки легкий светик обратите внимание на кисть которую я это делал это не тонкая кисть это достаточная растопырка правда смотрите какая растопырка она не давала мне возможности сделать жесткий рисунок мало того на этапе создания рисунка чем жестче я стал его делать уточняю постоянно чуть-чуть сбиваю чуть-чуть сбиваю для того чтобы нескоро нескоро появилась жесткость то есть чуть-чуть уточнили чуть-чуть сбил нам еще нужно много всего тут делать допустим нам нужны световые партии то есть мы начнем навязывать светик да уже вещество краски чуть-чуть пойдет в бой вещество краски чуть-чуть чуть-чуть усиливается усиливается вот смотрите ну это же просто вот визажные мотивы да идея визажа вот мы женщины и мы этим уже постоянно занимаются каждое утро здесь у вас по идее должно быть все предельно предельно удобно это ровно как на лице только на холсте на лице пожалуй даже менее удобно вот появились вот эти светики которые вы подсмотрели у джаконды они классичные вот появился вот этот светик вот этот на подбородочке вот этот вот здесь на лобочке светичек еще какие вот тряпочки идеально количество краски ровно такое чтоб с ней работать и без кисточки и руками чтобы и морков этих нет да без краски практически ну для лица это прилично а здесь там и краски как раз то есть мы не оказались такими уже жалкими красками нет просто мы там где надо мало краски ну и дальше уже работать на тень да то есть дальше все больше уточняю содержание да уточняю ну конечно конечно не без кисточки да допустим вот нам нужен здесь чуть-чуть его деликатника но опять же не тоненькой кисточкой которая заставит нас сделать жесткий рисунок и привязать к этому жесткому рисунку себя полностью а вот такое угол никакое малозаметное чуть-чуть здесь чуть-чуть усилили здесь чуть-чуть на крылышке потихонечку вот здесь какой-то свете вот здесь чуть-чуть опять же я не ради портрета все это ради инструмента вы видели действие тряпки очень интересно тряпкой вообще можно удовлетворять конечно все что угодно то есть вот скажем какие-то крупные цветы вот ирисы можно тряпкой тряпкой со всеми вот этими мягкостями помните как мягко укладывалось сразу со всеми этими мягкостями вот а те же вот допустим стволы не стволы листья вот здесь она и лишнюю краску и прочее а этот послушный удивительно что это всего семь красных я бы считала шесть таких и белила ну и одна из них практически лишняя можно обойтись без голубой или без можно обойтись без этого а допустим вот мы планируем цветочек ну там сейчас немножко влажновато и понятно что тоже нужны будут разного размера фигушки но тем не менее прекрасно прекрасно тряпкой нашвырять того сего потом может быть и пластичком чуть-чуть и маканием какая-нибудь тычиночка просто в отличие от опытного мастера который привык к кисти и если мы возьмем кисть будет разница слишком заметна здесь мы используя те инструменты которыми он не пользуется или допустим его сдерживает опыт вырисовывания кисти сдерживает от использования этих инструментов а на случай вот ну собственно и все громад и дальше потом там уже волосы идет свет тень да волосы можно и пальцем дополнять 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 если бы это были закрутые лики правда да 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 создать даже эти закрутые лики не создашь кисти так не создашь вот уже и клеопаты и вот этот произвол оставить мы же знаем что мы не сделаем классно волосы чтобы они были прямо один в один как надо сделаем романтический подход с этим то мы справимся да а оно звучит звучит ой вообще что потому что тоже лучше и ну и с и и и Продолжение следует...